2016 год в Ненецком округе объявлен годом народного единства о единстве народов мы сегодня поговорим в студии это актуальное интервью я хочу представить нашего гостя игорь круговых и заместитель председателя света ассамблеи народов россии член корреспондент российской академии естественных наук игорь эрикович здравствуйте мы рада приветствовать вас в наринмаре с какими делами вы приехали в ненецкий округ ну я приехал не просто потому что меня пригласили прямо скажу что мы очень внимательно смотрим в москве по субъектам федерации кто чем как занимается и нас очень привлекла вот именно программа года народного единства который проходит в ненецком автономном округе и когда нас пригласили то и когда мы более внимательно еще стали дополнительно рассматривать ситуацию вот в округе как раз каким образом организована национальная политика то мы обратили внимание что этой весной и вот последнее время в наринмаре и администрация округа подготовила целый ряд ключевых документов сфере национальной политики и не скрою они очень высокого качества и нам просто было очень интересно приехать посмотреть и просто почитать эти документы а выяснить в каком соотношении это находится с реальным положением дел и вот это как бы такая фундаментальная причина почему я сюда приехал чем приехал я не один из со мной и приехал один из руководящих работников федерального агентства по делам национальности и вот эти два дня мы как раз занимаемся вот таким углубленным обсуждением проблематики национальной политики здесь в округе я хочу сказать что на российском уровне мы несколько раз ставили вопрос о том чтобы один из годов россии посвятить народом россии чтобы был год там 2000 там 18 год да да год народов россии чтобы как будто углубленно мы обратили внимание на все наши народы еще раз на те проблемы задачи естественно решали бы их и нам как-то все не удавалось 100 год литературы то значит этот год кино этот год вот а тут раз ненецкий автономок взял и назвал значит годом народного единства и это тоже нам как бы так импонировало то что вы так поступили вот как бы такие вот фундаментальные вещи то что нас привели сюда вы представляете совета с ассамблеи народов россии чем занимается эта организация но ассамблея народов россии это самая большая и очень прямо скажу влиятельная организация в россии в нее входят ну практически все народы россии ну за нескольким то исключением причем причина здесь носит скорее я бы сказал такой технический может быть характер возглавляет ассамблею народов россии на светлана константиновна смирнова она сама по национальности кстати удмуртка вот и она сегодня вице-премьер правительства удмуртии и постоянный представитель удмуртии в москве при президенте российской федерации и это очень деятельный человек действительно вот и ассамблея иметь свое отделение практически во всех субъектов федерации и вот кстати вот одна из причин почему я сюда приехал заключается в том что мы с удивлением узнали что в нарианмаре нескольким в том округе нет отделения саблей народов россии и это была одна из тем и когда я выступал потом я хочу сказать что мы вчера встречались с губернатором игорем викторовичем я ему очень признателен он очень принципиально ставил нам вопросы и мы обсуждали с ним течение более получаса и одна из задачи вот по итогам как бы вот этого разговора как раз она заключалась в том что я обратился губернатору с предложением открыть отделение вот и вообще подписать соглашение между ассамблею народов россии и администрации ненецкого автономного округа и мы очень рады что это было положительно оценено со стороны губернатора он поддержал эту идею и так что я сейчас возвращаюсь и мы просто практически уже будем готовить вот эту процедуру подготовки регистрации это довольно длительный процесс но у нас таких соглашений с очень многими субъектами федерации очень я не знаю с субъектами 30 40 наверное уже есть такие соглашения поэтому я думаю что это будет на пользу как ассамблеи так естественно и ненецкому автономному округу а какие сегодня существуют актуальные проблемы национальной политики вообще в россии в россии но вы знаете идут очень большие изменения вообще в мире вот я хочу вам напомнить слова владимир владимировича путина когда он говорил еще при вступлении в должность президента российской федерации он высказался вот в том плане что наступает новое время новый этап национального развития у него такая фраза и это когда появляется новые задачи которые мы должны решать по-новому это было сказано вот уже три-четыре года тому назад а задачи как раз эти новые проблемы они вот и во весь рост сейчас и встали это с миграции которые идут проблематика огромно в европе в той же самой у нас целый ряд нерешенных вопросов и на мы рассматриваем как раз вот перспективу к чему приведут кардинальные изменения вообще в мире вот и как это повлияет на россию в частности я прямо скажу что мы обсуждали вопрос о том чтобы как бы поднять статус тоже ненецкого автономного округа сделать какое-то мероприятие такое знаковое которое было бы весом и с международной точки зрения и вот пока предварительно я могу сказать что вот проблематика скажем как на жизнь народов вот в первую очередь севера арктической зоны может повлиять вот эти фундаментальные изменения климата которые идут ведь это же понимаете это будет изменение образа жизни миллионов и миллионов людей уж не говоря про территории и проблематика это она до конца как бы не выяснена но мы должны ясно понимать чему это может привести надо к чему-то готовится в этом отношении вот еще одна проблема это постоянные попытки из-за рубежа влиять на нашу внутреннюю политику тут нового нет ничего и основным средством по-прежнему рассматривается влияние на состояние межнациональных отношений использования национального фактора и не скрывается просто в целях развала страны ведь есть целые проекты они опубликованы что самое интересное о том как разделить лучше россию на какие составные части там сибири вообще объявляется чуть ли не зоной жизненных интересов соединенных штатов америки которые рассматривают японцы соответствующим образом вот я хочу сказать в японии уже достаточно давно вышел фильм называется великое землетрясение где показано что вот ужас что будет с японии когда произойдет землетрясение она будет лежать в руинах и вот плывет корабль битком набиты японцами вот и вот действующее лицо главное там с дочкой и плывет и дочка спрашивает мама а куда мы плывем она на нашу новую родину в сибирь 5 то есть там уже выстраивается сознание такое что все должны ехать к нам сюда в россию заселять ее вот и мы не можем оставлять стороне таскать все эти рассуждения вот и мы должны конечно же принимать меры к тому чтобы укреплять наши народы родные делать все чтобы они развивались чтобы мы действительно понимали что мы хозяева на этой земле то мы не случайно здесь люди просто в ту же америку там пришли люди со стороны знаете что по разным данным источником сейчас историческим что во время то что называется колонизации америки до 100 миллионов индейцев было уничтожено за все это время эти какие массы людей просто физически истреблялись россия по-другому создавалась россия создавалась именно присоединением не просто земель но и народов которые входили и в абсолютном большинстве это добровольное вхождение в состав россии поэтому вот для нас вот эти моменты они ключевые и мы должны видеть вот все негативные моменты которые сказываются сегодня и чтобы все это видели чтобы знали какие могут быть процессы и совместно вырабатывать решение как нам жить вот во всех этих изменившихся обстоятельствах вот какие решения предпринимает в частности свет ассамблеи народов россии для сполчения и объединения народов какие мероприятия проводите ну вот вы хорошо сказали понимаете вот мы как раз отходим от понимания национальной политики как сумму мероприятий это очень важно нам надо не просто сумму мероприятий а мы должны выстраивать политику таким образом чтобы это стало действенным фактором вообще нашего социально-экономического и политического развития в стране вот кстати мы к сожалению вот это вот минус вообще всех нас россиян мы не то что не обращаем внимание на нашу историю поэтому история важна не только для того чтобы узнать что там было там 100 200 300 лет назад для нас важно понять как это было каким образом мы достигали тех или иных результатов нашей истории вот если мы посмотрим как мы достигали вы знаете к огромному удивлению иностранцев и я был членом там рабочей группы россии евросоюз там ведущий профессора там европейские в сфере национальной политики с ними вели годами буквально ведем дискуссии разные ведь и все приходят к выводу россия это одно из немногих исторически успешных много национальных государств вы знаете что сейчас в европе творится да вот эти расколы ведь вдумайтесь это так действительно у нас в нашей истории не было ни одного такого масштабного кровопролитного межрелигиозного конфликта у нас были расколы в русской церкви которые поглощали больше чем все остальные которые были может быть конфликты в этом отношении но мы действительно одна из немногих стран исторически успешных мы живем мы вместе мы уже давно сформированная единая российская нация у нас по 400 по 300 лет как входили народу уже мы отмечали все эти даты и мы это не ценим к сожалению мы этого не понимаем вот вы знаете сейчас я был в калужской области и там готовится отмечать юбилей стояние на реке угре это 1480 год вот когда значит значит орда и русский царь иван третий вот вот они стояли значит будет продолжаться игорь или не будет продолжаться когда мы стали мы все гримот русские 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 вот мы взяли кто стоял со стороны ивана третьего русских татары казанские в полном составе стояли нас вместе нагайцы стояли крымские татары все финно-угорские народы пришли значит кого на третьему то есть на самом деле это такой вот интернационал многонациональный стоял против орды и орда думала-думала наступать или наступать и в конце концов решили и ушли сами то есть в этот год получилось то есть россия полурусия получила свой национальный суверенитет вы знаете вот после 1480 года к нам послы приехали после этого как бы рассматривалась русь как просто основная часть орды в данном случае вот я хочу сказать что вот обращение к истории когда мы говорим в национальной политике история не имеет срока давности вот любой исторический факт мы можем взять и он будет действенным сегодня фактором политики мы это тоже должны понимать скажем столетие там геноцида армян да ну сто лет прошло да как сегодня он используется этот фактор это действительно действенный фактор сегодняшней политической жизни в россии и в мире и вот мы эти факты которые вот привели к созданию нашего многонационального государства должны просто знать и и история она действительно это день и не только сегодняшний но и день который определяет будущее наше и вот я хочу напомнить опять и им буквально 22 числа июня евро и владимирович он встречался с русским историческим обществом и русским географическим обществом вот они там как раз обсуждали вопросы истории там как раз была дана оценка истории вот как действенному фактору сегодняшнего и будущего нашего дня и вот ассамблей народов россии как раз тоже вот этому историческому аспекту именно как создавалась наше многонациональное государство что мы можем взять из прошлого для того чтобы мы смогли дальше прокладывать себе дорогу в будущее вот это одно из основных направлений ассамблеи то есть решая современные проблемы обязательно нужно учитывать опыт предыдущих лет предыдущих поколений вы понимаете ли мы не случайно опять народа здесь живем вот это мы тоже бы должны понять у нас как-то вот под воздействием вот этих ход каких-то либеральных западных такие вот мы сегодня родина там где жить хорошо да ничего подобного родина есть родина и она не измеряется долларами там рублями там или еще чем-то вот родина есть родина тебе не нравится здесь что-то что ты можешь делать для своей родины здесь и делай здесь сам это какие-то фильмах у нас тоже было и вот решил начать новую жизнь покой чемоданы и куда-то там уезжает и от себя не уедешь никуда даже на самом скоростном там поезде поэтому суметь перестраивать себя совершенствовать себя повышать качество и людей и народа образованность народа это ключевая задача я хочу сказать опять вот сказать если сравнивать за рубежом но эти вот когда встречаешься опять со своими коллегами там из европы или откуда-то они зачем вы готовите они знают готовите азбуки для своих народов знаете что у нас вот три года назад подготовлена пятидесятая азбука для народов россии уже 50 написали специально словарей то есть письменность далее народом никому в англии там у франции в гуру не придет кому-то готовить это что или учи английский или пошел отсюда вот но это только мы относимся к своим народам к родным вот именно таким образом и для них это непонятно абсолютно вот поэтому я хочу сказать что наша национальная политика это конечно же ключевой фактор общественного развития и вот как раз если чтобы закончить по истории я скажу что самым выдающимся нашим достижением является что мы сумели межнациональные отношения в истории нашей сделать не фактором разброда шатания противоборства а мощным фактором развития страны когда вместе на угру пришли представители всех народов это осознанный выбор мы вместе пошли и мы вместе победили и всегда когда мы в заедино внутри национальной единства вот это безусловно решающие условия победы кстати хочу сказать что мы сейчас как раз вот 75 лет начала великой отечественной войны да это же мы провели очень большой конференции но опять не мероприятие дело не в мероприятиях а дело в том чтобы собраться и проанализировать что происходило я вам хочу сказать вы знаете что по очень многим ну как бы она аналитическим раскладкам могли приграть эту войну если брать чисто технические параметры сколько самолетов в начале войны было там у фашистов у нас вот если подходить вот если подходить именно с количеством технических параметров но войне победила в итоге не техника а национальное единство и сплоченность вот если бы не было такого сплочения много национального советского народа ну я не знаю как бы как долго бы вообще продолжалась эта война но мы победили единством народа в первую очередь конечно же при этом именно как следствие у нас и появилось и новое оружие и все как благодаря которому бы и дошли до берлина но фактор много национального единства это ключевой в победе и когда мы проводим не просто мероприятие мы просто анализируем вот эти все параметры как это было знаете это был очень сложный процесс вы знаете что вот как в узбекистане значит сплочение происходило во время войны были настроения вот средняя азия у война где-то там далеко и вот когда все стали понимать и был лозунг тогда обсуждался что да допустим ташкент он далеко от линии фронта но это линия фронта касается и всех нас и мы что мы можем сделать для победы и вот этот вот сплочение многонациональное это очень целый ряд продуманных политических действий которые в то время проходили в стране вот они привели вот нам важно как это сплочение создавалось и что нам делать на сегодняшний день игорь эрикович вы присутствовали на округлом столе посвященном межэтнической межнациональным отношениям не низком округе какие у вас впечатления сложились какие вот решения но у нас не впечатление у нас как бы такое довольно ясное понимание я хочу сказать что в целом стране вот это просто как удивительно для очень многих идет последовательность стабилизации межнациональных отношений хочу сказать что три года назад была принята стратегия государственная национальной политики российской федерации на период до 2025 года это тоже взвешенный очень такой документ стратегического планирования и вот его реализация шаг за шагом она привела к тому что действительно происходит стабильное улучшение межнациональных отношений как ни странно может показаться вот я из москвы вот и в москве мы создали свой совет при правительстве москвы очень мощный такой орган там более ста только руководители национально-культурных обществ вот и мы там тоже констатируем факт стабилизации межнациональных отношений есть такое понятие это как бы идет процесс естественного стабилизации когда но в новых условиях приезда то что называется гастарбайтеров и так далее были очень тяжелые периоды и в москве просто ну страшно творилось и вот сейчас значительная часть просто уехала другая часть просто перестала прижать те которые приехали они вошли в социум они стали понимать кто они что можно что нельзя и я думаю что вот эта общая обстановка она сказывается и на низком автономном округе где по всем параметрам и социологическим и в принципе идет стабилизация межнациональных отношений по крайней мере никаких ярких таких проявлений там скажем конфликтного характера они в последнее время вообще как бы не наблюдается но очень важно чтобы те задачи которые еще не решены сфере межнациональных это касается языка изучение родного языка и изучение русского языка кстати хочу сказать вот на вот эти проблемы они должны решаться но не должны решаться совместными действиями и главное хоть что-то сумму как-то подходить они формально к тем или иным проблемам которые еще существуют вот я хочу сказать вот если вы были на круглом столе тоже мы там обсуждали вот я русский да но я абсолютно убежден я просто призываю всех представителей коренных народов вообще изучайте свой родной язык знайте его просто знаете как-то вот такой поветрие там что ли там о надо чтобы все только русский язык зале там чем быстрее как бы чуть ли не русификации как это мы против этого я русский надо чтобы каждый народ знал свой язык и я если помните там говорят вот я сейчас прямо скажу дорогие мама наши родные всех националист если мама своему сыночку или дочки с детства не поет песни на родном своем языке колыбельные то это приведет к тому что ребенок вырастая он не будет чувствовать родину свою если это все английский все эти а и ловью там тому подобное это вымывает самое главное стержень национальный это вымывает любовь и понимание родины своей поэтому и язык это отнюдь не просто сколько часов в неделю отведено для изучения того или другого языка это очень важно но мы понимаем язык это как основное средство самоидентификации и я призываю всех знать изучать и любить свои родные языки ну а на долю русского языка но выпало вы знаете я считаю что одна из лучших далее в мире потому что мы действительно русский язык открыл миру и национальную поэзию знаете я был знаком с расулом гамзатовым я с ним нового раза 34 встречался и вот он ну что он поэт кому он был нужен пока если его не перевели на русский язык и он стал всемирно известным поэтом тем более то действительно глыба и вот он когда рухнул советский союз когда перестали переводить языки и он сказал хорошую фразу такую глубокую я вновь стал поэтом одного ущелья то есть вот он уже вот ущелье его вот аул где так сказать он вырос он пишет и никому его работа не нужна и вот в этом отношении как раз вот ассамблей народов россии прошлом году провела первую конференцию посвящена переводом с языков народов россии вот приехали все и такие были счастливы что опять повернулись в сторону переводов что опять мы открываем друг другу значит богатство культуры каждого народа и вслед за этим кстати было и совещание которое вел на президент наш по этому поводу и вот тема переводов со всех языков в том числе с ненецкого и со всех остальных это ключевая задача ну как можем мы этому содействовать но мы понимаем эту проблему мы не сводим на нет ни это сказать непонятные вещи не как бы сглаживаем проблематику очень четко ясно показываем их и подсказываем пути решения вот вот мы кстати союза писателей россии договорились что в переделки на вот будет открыто дальше это но писательская такая значит вы знаете такая дача у них поселок целый будет вот летняя школа переводчиков с языков народов россии сейчас это уже начинает все это реализовываться да интересно а вот помимо того решения что в ненецком округе хотят создать отделение это ассамблеи народов россии какие еще были да значит что мы и на круглом столе и потом я признательно игорь викторовичу ну первое как бы договорились и так понимаю значит что мы подпишем более широкое соглашение между ассамблеей народов россии и администрации неинско автономного округа такие как говорил соглашение у нас есть уже со многими субъектами вот в рамках вот этого соглашения мы и откроем как раз и отделение значит здесь ассамблеи народов россии далее мы будем содействовать значит информированию передачи информации суда с федерального уровня и наоборот мы будем поднимать всю тематику которая есть здесь и знакомить с ней опять на федеральном уровне вот я вам хочу сказать что по итогам вот этот круглого стола так забегают мы уже подготовили материал который будет выставлен и на сайте ассамблеи народов россии и будет выставлен на сайте совета при президенте по межнациональным отношениям и станет это как было достоянием уже не просто даже российской всей но если как международная общественность то есть вот одно из направлений это содействие продвижение округа в информационном поле вот на федеральный уровень и вот в рамках как раз вот этого соглашения мы как раз это и собираемся сделать далее у меня есть еще одно неожиданное такое поручение я как раз тут все таки надеюсь мы его реализуем здесь ведь вы создали в округе совет по межнациональным отношениям и по моему 17 июня проходило заседание круглого стола первое заседание вот а мы в москве закончили формирование совета по межнациональным отношениям при правительстве москвы и от его заместителем являюсь а председателем является вице-мэр правительства москвы и когда я сюда ехал то и как раз вы узнаете говорю там совет создат говорю вот этот о давайте проговорите возможность подписания соглашения между москвой не низким автономом округом как раз по линии советов я думаю что это тоже имеет определенную перспективу ну и наконец у нас еще ну ряд вопросов которые могут на перспективу это то что я сказал это разработка какого-то такого проекта более широкого с международного уровня в рамках ненецкого автономного округа вот связано как бы с народами севера и теми изменениями которые могут произойти то есть я думаю тут надо просто еще раз посмотреть но самое главное что мы беремся искренне содействовать продвижению генетского автономного округа на федеральном и может быть и на международном уровне вот и я думаю что это тоже надеюсь будет положительным спасибо большое игорь эрикович спасибо что пришли к нам гости я напомню что сегодня у нас в студии был игорь круговых заместитель председателя совета ассамблеи народов россии и член корреспондент российской академии наук и говорили мы сегодня о годе народного единства в ненецком округе и о единстве народов в россии до встречи а